Я категорически не смотрю телевизор и называю его БПИ-ТВ, боевой психотронный излучатель телевизионного воздействия. Однако некоторые выступления таких харизматичных деятелей, как господин Соловьев, к примеру, невозможно оставить без внимания. Так, касаясь ситуации в Украине, которую они же вот этот режим все и устроил, потому что господин Соловьев часть режима, господин Соловьев сказал, что почему мы отказываем себе в этом удовольствии. У нас есть союзники, давайте создадим коалицию из Сирии, Венесуэлы, Ирана, Северной Кореи, Кубы и Никарагуа. Никарагуа, почему мы отказываем себе в этом удовольствии? То есть собрать отовсюду всякого сброда, чтобы он поехал убивать славян. Почему мы отказываем себе в этом удовольствии? Вы знаете, я постоянно задаюсь этим вопросом, кем мы стали, дорогие друзья. Что ж, и для этого нам с вами следует заглянуть в истоки, в раннее детство, в раннее детство и образование. На правах педагога, я три года проработал школьным учителем, я полагаю, что вправе обсуждать сии вопросы. Тем более сейчас, на краю гибели целой цивилизации. Поверь в свою звезду, иди на свет, переродись, там страха нет смелее. Ты можешь все, тебе от ангелов привет, к себе будь и построже, и добрее. Дорогие друзья, здравствуйте, с вами снова я, Захарыч Блаженный. И невозможно сидеть только и заниматься тем, чтобы обвинять каких-то там совершенно жутких, заляпанных кровью персонажей в чем-то и так далее. Хочется нарисовать себе картину России будущего. Знаете ли, если бы товарищ Сталин, нельзя ему в этом отказывать, не собирал, скажем, молодых конструкторов, не смотрел в будущее, не подбирал дерзких разумом людей, была бы проиграна и Вторая мировая война, и много чего еще. Это было, это было действительно вспомнить достаточно авиаконструктора Яковлева, который молодым парнем совсем был замечен Сталином, и он создал самые массовые истребители Великой Отечественной войны. Як-1, Як-3, противотанковый Як-9, снабженный пушкой, замечательные машины, дешевые, живучие и мощные, сделанные целиком из всего советского. Вот, надо смотреть в будущее. Но в нашем случае, чтобы сделать нормальный шаг в это будущее, следует посмотреть, во что уперлась наша нога, опорная нога. Итак, Сызрань, школа номер 21, Валентина Ивановна Брыкина. Ссылку на этот материал вы найдете в закрепленном комментарии, друзья. Даме, 84 года, почетный учитель, я отношусь к ней с глубоким уважением, она рассказала, как полгода первоклассник, мальчик, был настолько забит, что сидел под партой. И она сумела любовью своей мальчика вытащить. Низкий поклон этому педагогу, этому наставнику, этому учителю. Вот, я с большим уважением отношусь к учителям, к этому ремеслу. И хочу вам сказать, что, как и все другие, прочие иные ремесла, здесь у нас оно пришло в совершеннейший упадок. И виной всему система. Мы с вами живем в системе, тысячелетней системе, старой системе, древней, выдуманной до нас. Как так вышло? Ну, это другая история. Но что это было, все придумано до нас. Вот. Но суть в том, что на самом деле так. И мы живем в эволюционном коридоре вариативности, который я не приемлю. Потому что в своей последней книге «Хомо футурус. Облачный мир. Эволюция технологии сознания» я описывал, что мы сейчас уже никакие не «Хомо сапиенс». Большая часть общества превращена в «Хомо коммодум». «Коммодум» – это удобный комод. Удобная штука, да? Так и переводится. Вот. В «Хомо коммодум». И людей удобных. Нами даже командовать несложно. Да, блин. И простите, еще за, блин, за это хлебобулочное изделие. И еще один шаг – люди сами будут нести своих детей на медную раскаленную сковороду идолиной богини удачи, как это было в Древнем Риме и Карфагене 2000 лет тому назад. Да, дошли. Кем мы стали? Кем мы стали? А с чего все начинается? А начинается с того, что образование, даже не просто образование, детский сад и целый ряд процедур с самого начала ребенка погружают в систему рабства. Но, знайте, принуждения никогда ни к чему хорошему не приводят. Потому что мы рождены по образу и подобию Божьему. А Бог есть любовь, Бог есть свобода. И все принуждения, даже если они не дают какой-то кратковременный результат, в итоге они приводят к еще худшему. Как один деятель, который наемников там это нанимает, рассказывал, что где-то там в Америке они наказанием из мужчин делают женщин, а у нас делают из непонятно кого мужиков. Я категорически против этого. Я за путь развития, эволюционный путь развития, homo libertas. В Японии есть такая штука. Я очень уважаю японские народы, японскую культуру, их цивилизацию. Они не поддались Каббале. Они идут своим путем. В Японии до пяти лет детей не обижают, не наказывают, не дисциплинируют. Им потакают. Им во всем потакают до пяти лет. То есть в начале жизни этому ангелу Божьему дается все самое сладкое, награда, конфеты и так далее. А потом, после пяти лет, начинается и дисциплина, и образование, и так далее. Они где-то перегибают палку. Но суть в том, что вот тут баланс соблюден очень четко. И японцы долгожители, японцы дисциплинированы. Они реально дисциплинированы. Но почему? Потому что они понимают необходимость дисциплины. Это не рабская дисциплина. Нет. Рабская дисциплина учит в армии, где-то еще шагистика, так называемая, и так далее. Красить траву зимой или что-нибудь в этом духе. Понимаете? Делать рабов. Я же желаю, чтобы здесь были земли свободных людей. Это сделать можно и нужно. Не должно быть вот таких вещей, как чтобы все дети садились на горшок. Как в детском садике практикуются. Не должно быть такого. Да, режим, ритм определенный, да. Но это надо проработать иначе. Потому что дети не должны по команде вот так вот это бегать и делать. Потому что сидят дети и все равно не делают на горшке часто. А потом и родители недостаточно много вкладывают любви в детей. Вот именно вот в этом нежном возрасте до 5 лет потакайте. Поверьте японцам. Они знают, что делают. Знают. Вот. Еще целый ряд изменений я бы ввел в образование. Конечно, дистанционное образование. А это не очень хорошо, но необходимо. В силу разбросанности людей на землях наших. Вот. Но в то же время должны быть и наставники, менторы, прикрепленные к отдельным детям. Скажем, учитель, педагог, у которого 10 детей из разных классов. И он должен следить за каждым из детей, общаться с ним и поддерживать и помогать. Дальше. Валентина Ивановна за полгода вытащила мальчика из подпарты. Что бы сделал я? Я бы сразу сказал, так, ребята, а нам Вася, Коля, Миша показал отличный пример. А пойдемте все подпарты. Там так интересно. Вот. И я бы, конечно, как-то помягче и побыстрее. Валентина Ивановна человек большого возраста. Человек много потрудившийся в жизни. И ей хватило любви вытащить мальчика. Не сразу, но хватило. Вот разговорами. А это должен иметь каждый учитель. И не за полгода, а за один день. И если мальчик сидел под партой, значит, что-то с этим мальчиком не так пошло раньше. Знаете, первые концентрационные лагеря сделали в Индии англичане. Это было вовсе не Третьим Рейхом каким-то или кем-то. Более двухсот лет тому назад морили несчастных индусов. Просто держали и морили от голода. И умирали тысячами, десятками тысяч индусы. А то они не желали работать или что-то там не так. Вот. Откуда такая звериная колонизаторская жестокость, спросите вы? Благородные мальчики в Англии обучались и многие продолжают обучаться в специальных школах-пансионах с жесточейшей дисциплиной, где, не знаю, как сейчас, но раньше было жесткое рукоприкладство и corporal punishment, телесное наказание. Вот. И боюсь, что были там и другие отклонения, связанные с разными однополыми моментами. Да. Вот. А потом вот такая жестокость до смерти. Что касается нашего общества, у нас очень развита спесивость. Дико развита спесивость у людей. Понимая, ну, принятие себя как чего-то великого, важного, непогрешимого и так далее. Такое самолюбование, которое на самом деле скрывает за собой глубокое ничтожество. Глубокое ничтожество. Потому что наши люди запросто могут использовать слова в тысячу раз хуже, чем гастарбайтер, который я считаю оскорбительным и омерзительным. Лужков ввел. А когда нас обвиняют, ругают, обижают, мы обижаемся. Они же просто все неполноценные, правда? Однако, почему они все размножаются и живут, несмотря на давление и тиски каббалы, а мы вымираем? Над нами хорошо поработали. Из нас делают рабов. И сделали рабов. Должна быть свобода воли и на уроках. Если ребенок сидит, пускает сопли и не слушает учителя, это не от того, что он тупой. Хотя учитель скажет, что он тупой. Ибо у нас учителя, педагоги, это уже традиция, набирают по остаточному признаку. По остаточному принципу, простите. Не лучших из лучших. А там должны быть лучшие из лучших. Вспоминается мне произведение братьев Стругацких «Обитаемый остров». Замечательная книга. Фильм, ну ладно, но ничего, тоже молодца. Книга вообще чудесная. Вот. И там описывается парень из земли, из 22 века. Он выживает после тяжелых пулевых ранений. Он может себя регенерировать. Когда его там пытают люди на другой планете, он просто выключается. И так далее, и тому подобное. И у него есть свои идеалы. Он более совершенен. Он способен выучиться дисциплине. Но он никогда не будет выполнять незаконный приказ. Понимаете? Он гораздо сильнее людей планеты, обитаемый остров, на который он оказался. И добрее в то же время, гуманнее. Вот. К таким идеалам, к развитию таких личностей и людей в целом стремились в Советском Союзе. И хочу вам сказать, что в 80-е годы до Горбачевского Советского Союза действительно было много людей со светлыми глазами. Было много людей устремленных. И люди были здоровыми. Это была самая читающая страна в мире. Сейчас они вынули графитовые стержни и на 31-32 года, а если с перестройкой, то и 36-37 лет, а я считаю перестройки, они погрузили двуногих здесь в такой, знаете, настоящий ад, в евгенический ад. И теперь ЕГЭ – это совершеннейшее порабощение. И так далее. Поверьте мне, любого, практически любого ребенка можно научить большинству дисциплин, наук. Они не дебилы. Если он замкнулся и сидит, не воспринимает информацию, он вошел в защитное состояние. Потому что вы говорите ему непонятные вещи, он знает, что все равно их не поймет, он смирился со своей слабостью. Поэтому, во-первых, учитель должен быть живой, хотя бы один у детей. Во-вторых, учитель этот должен быть хоть в чем-то довыдающейся личностью, а не, простите, опущенцам, которые там выборы подделывают и так далее. Учитель – это основополагающая штука, учитель – школа. А у нас это подрублено. Это очень важно для построения общества. И еще момент. Я бы не делал, как минимум, для первых классов, с первого по девятый классы, я бы не делал смену предметов. Я бы делал не более одного-двух предметов в день. Пусть уроки будут длиннее, с паузами, конечно, и так далее. Так лучше проработается тема. Так педагог с каждым учеником сможет поработать, поговорить. Понимаете? И пусть даже этих уроков в неделю будет меньше. Скажем, техники, точные науки – два дня в неделю. Язы гуманитарные – тоже два дня в неделю. И день – это труд и природа. И все это сочетается с физкультурой. Физкультура должна быть вообще каждый день. Но не такая, где детей унижают и мордуют. А так, чтобы каждого самого слабенького ребеночка вытягивали. И тогда из самого слабенького еще конек-горбунок вырастет такой, что все ахнут. Да, образование необходимо менять. Если мы желаем эволюционировать обратно на верный путь с хомо коммодум, из коммодов, из состояния бытия удобства. Когда тебе удобно быть рабом, и ты удобен властям. Это полудикарское состояние. Смотрите, они развивают вот эти вот бои без правил. Ударить человека по лицу – это уже практически не приступление. Это же безумие, это дикарство. К чему нам это? А по результатам мы видим кучу людей, которые готовы за разноцветные фантики идти делать вещи совершенно нечеловеческие, невообразимые. Мы видим целый народ, который принимает власть полного ничтожества. Целый народ. Становой хребет славянской цивилизации. Некогда. А теперь что мы есть? Кем мы стали? Дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мой труд. И там же вы найдете ссылки на два телеграм-канала и второй ютуб-канал. Обязательно подпишитесь, дорогие мои друзья. Хочу вам сказать, что я все-таки верю в нас с вами, в образов и подобие Божьи, в двуногих. Верю я. Давайте вернем себе любовь, вернем себе свободу. Знайте, что принуждением ты в итоге добьешься того, что у тебя будет общество состоять из рабов и надзирателей. Такого быть не должно. И это начинается со школьной скамьи. На детей орать нельзя. Знаете, те, кто... Детки аккуратные, подходимничают, и отличники вовсе не обязательно. Они будут лучшими в жизни. А вот этот вот замызганный и затюканный двоечник с рукавами запачканными от носа, он может еще покажет себя. В чем же дело? В чем же дело? Что мешает нам развиваться? Давайте вспомним, кем мы были и вернемся по той развилке, где мы ошиблись. На правильную дорогу. На дорогу, ведущую к Богу. И у меня есть мысли о том, какой должна быть армия. Потому что сейчас это армия Каббала. Любая армия мира, это армия Каббала, армия рабов. Она выстроена по такому принципу. А поверьте, те 300 спартанцев, что пошли с царем Леонидом защищать фермопилы против миллионной армии Ксеркса, они были свободными. Homo libertos.